Алло, Василий. Смотрите, уточнил сейчас я с руководством. По номеру договора он будет новый номер договора, потому что вы ему деньги переносили под тот замок, под тот коммерческий номер, который вы, соответственно, формировали изначально, но поскольку новая машина, это другая машина, номер договора тот вернуть не получится, будет новый номер договора, тот, который я вам прислал по ссылке. Соответственно, этот договор мы с вами сможем лично подписать сегодня здесь при вашей речи, когда вы подъедете. Касаемо дополнительного оборудования, я этим занимаюсь, я этим занимаются наши допщики. Это все формируется на том моменте, когда вы забираете автомобиль. Конечно же, я могу к ним подойти, заняться чужой работой, это все сделать. Я думаю, что в течение двух часов я с этим разберусь, я сам все это сделаю, сформирую, в процессе, потому что я занимаюсь своей работой. Это не моя работа, это другие люди делают. Но если вам это так нужно, я, конечно же, сделаю. Смотрите, я хочу вносить оплату по заключенному договору 16 марта. Других договоров я не заключал, никаких заявлений на перенос задатков с одного договора на другой я тоже не отдавал. Поэтому я предлагаю действовать в рамках договора предыдущего и оформить к нему то оборудование, которое мне хотите продать по цене 40 тысяч дополнительным соглашением. И, соответственно, оформить заказ-наряд, который по факту уже там выполнен у вас. И, соответственно, я по этому заказ-наряду его подпишу и оплачу вам по ссылке, либо там можно в кассе. Тогда приезжайте сегодня и на месте все будем с вами решать. Потому что этим занимаюсь не я, пусть у меня общается руководство, этим чем дальше занимается руководство. Потому что вы все подпишете, все сделаете, уже дальше-дальше будете делать, как считаете нужно. Хорошо? Смотрите, вы просто до среднего руководства доведите и, ну просто я понимаю, что может какое-то время там потребуется. Что я должен довести до их руководства? Что я должен довести до их руководства? Ну, то, что я сейчас сказал. Вот прям вот то, что я сказал. Могу повторить? Повторить? Вы хотите унести деньги по тому договору, по которому вы изначально вносили. Совершенно верно, да. И здесь написать заявление на перевод денежных средств на новый автомобиль. Правильно понимаю? Какой перевод денежных средств на какой новый автомобиль? Ну, мы сейчас будем уносить сумму. То есть, вот смотрите, вот вы сейчас спросите меня, чтобы я вам выставил счет на оплату миллиона рублей по тому договору, по тому заказному автомобилю, который вы заказывали. Все верно? Ну, вот в соответствии с условиями договора. В соответствии с условиями договора. Окей, давайте двигаться дальше. Что дальше происходит? Я вам вставляю счет по тому договору. Вы вносите денежные средства на тот автомобиль, который у вас находится еще в производстве, а не тот, который мы с вами ходили и смотрели. Потому что это совершенно другой автомобиль. Соответственно, вам нужно, как вы хотите, написать заявление на перевод денежных средств на тот автомобиль, который имеется в наличии. Я правильно вас понимаю? Смотрите, я вам прислал скриншот из вашей компьютерной программы, на котором видно, что там на нем видно, сейчас давайте его прямо открою, смотрите, что написано, коммерческий номер, К9-38-30-36, и указан ВИН, вот, того автомобиля, который я вчера физически смотрел, вот, я как бы не вижу никаких здесь пространства или, скажем, необходимости что-то там, дополнительно какие-то новые договоры оформлять. Ну, смотрите, я вас прекрасно понимаю, а, в принципе, я понял, что вы имеете в виду, все верно, потому что мы, когда сами встречались, мы сами что сделали, мы сами обсудили то, что мы сами останавливаемся на том автомобиле, который находится у нас в личном наличии, правильно? Ну, да, то есть он, так он договоряет условиям договора. Он находится у нас в наличии. Соответственно, мы с вами остановились на этом автомобиле, и мы с вами когда обсуждали, мы с вами говорили о том, что мы сможем ваши 30 тысяч рублей внутри программы перевезти на тот автомобиль, который есть в наличии, а не тот, который вы будете ждать. Был такой разговор, правильно? Ну, это какие-то ваши внутренние там вещи, в принципе? Ну, все верно. Соответственно, нам нет необходимости писать заявление на переносчик 30 тысяч рублей, потому что эти деньги мы можем подвязать с вашего согласия, который, в принципе, от вас получили, когда вы были на тот автомобиль. Соответственно, мы подменили, соответственно, эти деньги перевели. Номер договора, он, соответственно, он автоматом меняется. Мы можем номер договора, в принципе, через наш делопроизводитель попробовать запросить, чтобы они оставили тот же старый номер договора, но мы только можем пока опробовать. Смогут или не смогут, это тоже чуть позже будет ответ. И, соответственно, когда вы ваши деньги перевели, вот эти 30 тысяч рублей, номер коммерческого заказа автоматически потянулся под эти деньги, потому что вы изначально формировали номер заказа под этот договор, который изначально был у вас на 30 тысяч рублей. Вот это я сейчас не понял. Это какие-то ваши технические нюансы. Вы тогда их решите. И как только их решите, тогда со мной свяжитесь, и мы тогда продолжим действовать в рамках предыдущего договора, по которому я внес задаток 30 тысяч и дальше. Я хочу по нему, по вот этому договору, который от 16 марта, дальше продолжать вносить денежные средства, оформлять кредиты и прочее. А если там потребуется, например, доп. соглашение о доп. оборудовании или заказ снаряд подписать, то давайте тоже оформим приложением на новый договор. На старый договор от 16 марта. Вот мое предложение такое. Если у вас там есть какие-то технические нюансы, которые автоматически, какие-то договора генерятся при любом изменении, порешайте эту проблему на уровне этих делопроизводителей. Я не говорю, что это прям мгновенно вы можете сделать. Понятно, что какое-то время требуется, да, там, вот всякие компьютерные эти нюансы устранить, да, там, это я понимаю. Я понял вас. Давайте вот еще сейчас... Да, ну это не срочный вопрос, как бы, ну как решите, так мне тогда позвоните, как бы. Я понимаю, что это может быть где-то и не ваша работа, там, какие-нибудь составлять акты сдачи, там, приемки или этих самых оформления работ, как бы, ну, как вот, получится, так получится. Хорошо, спасибо. Вы уже дает звонка тогда. Спасибо вам. Нет, не знаю. Продолжение следует...